Убивая своего нерожденного ребенка, ты убиваешь свое будущее. Вот основная мысль художественно-документального фильма «Мамино письмо», спецпоказ которого был организован отделом религиозного образования и катехизации совместно с руководством кинотеатра «Монитор СБС». Показ посетил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, духовенство, представители городской власти, здравоохранение, министерство образования, учащиеся средних профессиональных образовательных организаций и молодежь города. Фильм «Мамино письмо» основан на реальной истории о семье, где мать и дочь оказываются в схожей ситуации перед выбором – родить ребенка или убить. Обеих женщин отказываются поддержать отцы детей. Обе проходят сложный путь принятия решения – от новости о беременности до реакции родных и врачей, о совершенном поступке и его неизбежных последствиях. Фильм очень интересный, побуждает девушек не делать аборты, лучше всего рожать. Естественно, рожать в 16 – это не очень комфортно и приятно, потому что учеба и все такое. Но если ты все-таки забеременела, то лучше родить, чем потом всю жизнь сожалеть о содеянном. В слова героев фильма создатели вложили все существующие стереотипы сторонников абортов. Надо пожить для себя, зачем плодить нищету, ни к чему рожать уродов. Эмбрион – это еще не ребенок, а просто клетки. Кроме художественной сюжетной линии в фильме приводятся рекомендации психологов, юристов, медицинских специалистов и священнослужителей. Вот нам нужно всем прикладывать все возможные усилия, чтобы наше общество перестало быть таким абортоориентированным. Если в доме совершено убийство, а организм матери – это добрый ребенок, то в этом доме уже будет отпечаток определенный на последующие убийства. А ведь Господь, он как художник, понимаете, он расставляет все на себе место. Вот этот брак в нужный момент должен другого спасти от другого горячего. Вот эта сестра, она будет утешением для своего вашего брака, который сейчас связан между собой. Поняли просто невероятно важную тему, потому что у кого не спроси, там у взрослых женщин, они все делали аборт, и я считаю, что это огромный грех, потому что считается, что маленький человечек, который появился, он ничего не чувствует, но на самом деле он уже как бы душой родился, он уже чувствует эти эмоции, и я считаю, это очень важно освещать, и что сейчас молодежь как-то не задумывается об этом. Мне очень понравился фильм, спасибо. В кинокартине показаны интервью самых разных людей – счастливых родителей, врачей, безутешных и раскаившихся в страшном грехе женщин. Их рассказы, как и жуткая статистика последствий абортов, озвучиваемые профессиональными медиками, переворачивают сознание зрителя, что аборт – это не операция, это убийство. По России у нас плачевная статистика, потому что из 100 беременных 70% делали первый аборт. 70% – это реальные цифры. 10% женщин, которые делали первый аборт – это с 10 до 18 лет. Это дети. Дальше. Каждая десятая женщина умирает после первого аборта в возрасте от 15 до 19 лет. Та статистика, которую проявили в фильме, действительно, цифры были, прозвучали уже такие ужасные, я не ожидал и сам не знал. И здесь для всех это был большой шок, потому что, когда звучали цифры, рядом со мной люди всячески охали-ахали от того количества абортов, которые ежегодно происходят именно в России. Поэтому я думаю, что после запуска проката фильма в массы, так сказать, свой отпечаток и свой след на итог все-таки он должен будет донести, должен будет показать. Авторы фильма постарались донести до зрителя подлинную информацию об абортах. Фильм показывает, как непросто героиням сделать свой жизненный выбор. Решения они принимают разные. Но и ответ на вопрос, как быть, если страшная ошибка все же совершена, тоже дается в этой кинокартине. Трогает боли в душе, потому что это, мне кажется, очень актуальная тема. Сейчас очень много женщин считают, что дети – это не важно, что рожать не нужно. Я считаю, что это важно, что нужно иметь большие семьи, и дети – это благосостояние в твоей жизни, поэтому я желаю всем большой семьи. После просмотра этого фильма, конечно, нужно хочется прежде всего поблагодарить создателей за идею и все то, что там моменты были показаны. Это фактически то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Благодарим Бога, что у вас сегодня вы вооружены, и мы думаем, что вам это поможет строить свое счастье, как оно должно быть, и не подвергать себя вот этой трагической судьбе. Фильм затрагивает крайне редко встречающуюся в кинематографе тематику. Но он будет полезен всем нам, чтобы знать, чтобы помнить, чтобы всем нам защитить жизнь детей еще до их рождения и донести молодежи, что ценность жизни имеет огромное значение.